Трейдер-психолог 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 Работал очень хорошо. Примерно на четверть депозита я заходил в каждую такую сделку. Все работало, было супер. В 2005-2006 году я получил такая ситуация, что, как вам так поправдивее сказать, но вскользь. Узнал информацию, которую еще не знало большинство на рынке. Сообщил об этом человек, который 100% на эту информацию мог узнать. Я все деньги, которые у меня были в моей семье, в моих знакомых, в моих друзей, даже у криминальных структур. Занял деньги, купил определенные акции, через две недели вышла новость. Акции влетели, официальные компании, по которой вышла новость, тоже взлетели. И доходность составила более 50%. И те, кто из вас когда-нибудь такое переживет, те меня поймут. Потому что я понял, что то, чем я занимаюсь много лет до этого, графики, бары, объемы, новости, это такая фигня все. Это такие глупости. И на самом деле прошло уже больше 10 лет с тех пор. И я совершенно по-другому смотрю на рынок. С точки зрения, когда я говорю, мне во многом не любят как раз, Андрей говорит, что я очень скандальный персонаж, да. Но я не люблю трейдинг, как вы любите его вы. Может быть, если бы я не занимался бизнесом, в котором я считаю достаточно успешен, ну на своем уровне, да. Я бы над трейдингом занимался и говорил бы, что это прекрасное занятие. Но на самом деле это не так. Я последние 4 года, даже не 4, с 12 года ушел на американский рынок, изучал американский рынок, честно говоря, не особо. Слил там порядка где-то 5 тысяч долларов. Ну так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, эксперимент, эксперимент. И я пришел к выводу, что американский рынок более сложен, Андрей, я говорю, что там больше зарплаты. Огромное количество институтов и механизмов по отъему денег у простых трейдеров, они развиты настолько, что нам до них, просто мы как аборигены. Если здесь трейдер пытается отобрать деньги у более мелких, каких-то глупых трейдеров, скажем так, на уровне пятиклассников, да, то там пятиклассники пытаются воевать, значит, профессиональными борцами там ММА. По крайней мере, я сам и по роботам, и у меня глаз настолько надеет, что я уже вижу эти все модели, все тренды, все фигуры, прям, ну, моментально. И видно, что российский рынок гораздо более технический. Год назад я говорил на этом же месте, здесь же Андрей меня приглашал. Я говорил о том, что на российском рынке, я знаю очень много людей, очень много богатых людей, которые зарабатывают колоссальные деньги на российском рынке, но которые попробовали себя на американском рынке, сдувались, потом приходили, говорили, нет, мне вот эти вот 5-6-10 акций, которые есть, хватает полностью за глаза. Те, кто говорит о том, что на Америке там, мол, 7 тысяч инструментов, из них тысячу инструментов можно выбрать каждый день, ну, для начинающего, да, это звучит прикольно. На самом деле, иди попробуй. То есть это то же самое, что открыть конфетный ларек вот здесь, на Тверской, попробовать иди где-нибудь в Омске на улице Ленинг. Это примерно то же самое. То есть количество первоначальных средств, количество умений заниматься бизнесом совершенно разное. Это первое. Но я не об этом. Последние 4 года я начал, ну, идея зарабатывать на рынке стабильно, постоянно и как-то легко, она все-таки была интересовала. Я начал просто обучаться у различных трейдеров, персонажей, всяких мошенников, очень известных личностей, которые думают, что они трейдеры, они трейдеры, в общем, разных людей, пальцы никого называть, конечно, тыкать не буду называть, не буду. Я, меня интересовал другой вопрос. Ну, обучился, попробовал, обучился, попробовал. Я сам по себе человек достаточно такой социальнообразный, постоянно общаюсь. Организовал даже клуб трейдеров один раз 10 лет назад. Теперь сейчас в Москве организовывают встречи. Как-то вот пытаюсь в тусовке в трейдерской немножко быть. Суть в чем? После каждого занятия, я говорил, ребята, не расходимся, давайте соберемся в чате, в скайпе, в телеграме, в ватсапе, в контакте, в фейсбуке. На данный момент где-то 1400 человек, с людьми, которыми я общаюсь. Большинство из них, ну, совершенно неизвестно нигде. Но суть заключается вот в чем. Каждое занятие, каждое обучение у каждого специалиста, который преподает тот или иной навык, средний трейдер 99% не способен перенять. То есть они не способны передать то, чему их обучали. Год назад я начал выходить в публичный эфир. Ну, мне так захотелось, есть определенный план по этому поводу. Стал записать статей очень много, я раньше писал, сейчас пишу, 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 записываю видео какие-то. И со мной начали знакомиться люди, которые, два типа людей меня интересуют. Те, которые новички, которые совсем мало что понимают трейдинги, у которых есть желание, может быть, что-то им понравилось, то, что я им сказал, озвучил, и у них возникнут дополнительные вопросы. А второе, это люди, которые преуспели. И год назад я еще Андрею говорил на видео какое-то, что я умею определять успешного трейдера или неуспешного. То есть немного пообщавшись, как думает человек, как он говорит, как он относится к трейдингу, как он вообще усмотрит, достаточно видно, человек на рынке вообще зарабатывает или нет. Бывает такое, что человек, как это есть у трейдеров российских, шутка такая, многие путают восходящее движение с собственной гениальностью. То есть сейчас вот ЛЧИ у нас просто породило прям целую свору успешных людей, которые успешность закончится, я думаю, где-то как раз к августу, когда вот это движение и определенные механизмы, которые сейчас работают на рынке, которые работают полгода, они примерно через полтора года отмирают. И я вот недавно смотрел, кстати, такую интересную передачу, открытые рынки на РБК, там сидели ребята в таких коронах, эти короны меня слепили, сейчас эти ребята закончились все, прошло всего 5 лет. На рынке это происходит постоянно. Я, кстати, говорил о том, что я, Андрей, я в ЛЧИ, по-моему, почти всех сказал, вот этот будет призовые места, все призовые места, которые я обозначил, они заняли. И, кстати, когда Наташа Смешинка, когда весь смарт-лап ее просто там уничтожал, за что у меня огромные претензии к администрации смарт-лапа, она все-таки сделала то, что хотела. Люди, которые ничего не умеют, ничего не понимают, вообще, мне кажется, не имеют права даже говорить против таких людей. Ну, ладно. Речь сегодня про это психология. Я немножко тезисно объясню, почему люди не могут зарабатывать на рынке. Знаете, есть такое понятие у ученых, когда правильно поставленный вопрос, уже половина ответа. Как минимум, нужно знать хотя бы часть, хотя бы причину. Дело в том, что вообще-то психология относится во всем мире, не только у нас. Очень, так, ну, снисходительно. Какая-то наука непонятная путают вообще с философией. И я в трейдерской среде просто не увидел людей, которые хоть немножко понимают психологию, хоть капельку, но пишут постоянно посты, записывают видео и рассказывают о психологии. И год назад это побудило меня просто как-то немножко дать немножко свое слово, да, и на эту тему попытаться что-то свое дать. Первый, да, психология, говорят, почитайте Википедию и не читайте. В Википедии пишут школьники, которые вообще мало в чем понимают. Там одна статья может противоречить другой. И по датам, и по цифрам, и по смыслам. А эта психология написана в Википедии наука о душе. О какой душе? Что душе? Как ее померить? Как посчитать? Как взвесить? Как бы, ну, что это такое? Ну, непонятно. Первый вопрос. Да, ну, как так? Давайте теперь отменив психологию и выпустим всех, опять же, названием, душевнобольных из психушки. Ну, сидит человек на остановке и кричит изо дня в день. У него душа болит? Как душу взвесить? Как назначают лекарства? Как вот у меня... У меня был психологический центр с 2009 года по 2016 года по декабрь. Люди, которых... Дети, которые подвергались насилию. Во всех смыслах этого слова. Люди, которые потеряли близких. Они куда идут? Они идут к психологу. И хороший психолог помогает им решить эту проблему. Проблему, которая у них не в душе от проблем. Психолог – это профессия, которая работает с психикой человека. Давайте так, что такое психика человека? Я все, как бы, у меня текст планды не заготовлен. Вы не переживайте, что я отклоняюсь. Происходит какое-то событие в вашей жизни, в чужой жизни. Не важно. Есть событие. Событие. Можно назвать триггер? Я буду задать вам вопросы. Если можно, отвечайте так, полуфором. Триггер. Можно сказать, что событие – это триггер. Ивент. Правильно? То есть произошло какое-то событие. На рынке какое может быть событие? Хорошо. На чарте может быть событие? Бар вверх – событие. Бар вниз – событие. По твоей позиции плюс – событие. Минус – против позиции. Стоп – это событие. А профит – это событие. А что хуже, стоп или профит? Иногда не вахло. Иногда по-разному. Вот я бы так сказал. Событие. На это событие наш мозг отвечает сразу. То есть мы, если событие находится в рамках нашего внимания, в рамках, мы впитываем это, то происходит определенная мысль. Мысль происходит, правильно? Она может быть осознаваема. То есть я вот думаю об этом. Бывает неосознаваем. Я недавно приводил пример, когда опытный водитель уходит от столкновения, есть такое даже выражение в русском языке, не успел подумать, а принял правильное решение. Как это называется? Интуитив. Интуитивное, скажем так, мышление. Поэтому в тренинге тоже очень разные. Две сферы, я тоже об этом хочу сказать. Есть системная работа, то есть некий набор правил. Вот тут путаются почти все. Есть интуитивное. Что такое интуиция? Я когда его пишу, могу понимать. Интуиция. Что такое? Опыт. Интуиция – это спрессованный опыт. У интуиции, у водителя, который два месяца получил права за рулем, она тоже как бы есть. И у 30-летнего волосатого мужика, который на КамАЗе, у него интуиция совершенно другого уровня. То есть его опыт стравлен и сжат в очень узкие рамки. И опытный водитель, ну, например, как я. Например, да, я очень много езжу за рулем практически каждый день. И еще до, и многие водители, которые давно ездят, меня сейчас поймут, еще до возникновения какой-то опасной ситуации, есть определенное предчувствие, тут лучше туда не поехать. Здесь лучше этого заранее обогнать. Там и так далее, и так далее. То есть это называется просто вот интуиция работает уже. Ты неосознанно что-то делаешь. Поэтому мысль и какая-то здесь интуиция все-таки есть. В ответ на трифер. То есть это первая стазия. Когда люди на Смоклабе с утра до вечера вообще ни о чем болтают, спорят, какое-то друг у друга белье достают и в лицо бросают, и так проходит год за годом, это тоже определенный опыт. Только опыт чего? Вот вопрос. Вот мне говорят, я там 15 лет на рынке, я 6 лет на рынке, я там 2 года на рынке. Есть определенная интуиция. Опыт чего? То есть как бы тоже нужно это понимать. Дальше. После. Я объясняю, как работает человеческая психика в тренинге. Следующее. Что идет с включением после мысли? Что запускается? Мысль очень скоротечна. Она может быть там долей секунды вообще. Вы даже не успеваете подумать, а вы уже подумали. Ну так вот звучит, конечно, так абсурдно. На самом деле так. А можете несколько секунд там, но... А полное осознавание ситуации занимает полсекунды. Мысль работает. Есть такое даже выражение, да? Что может быть быстрее в скорости мысли? Я вот уже там по какой-то другой галактике. Условно. Что будет потом запускается? Реактивность. Эмоции, реакция. Идет реакция. То есть вот этот инкубатор мысли начал работать. То есть что-то... Потому что реакция. Реакция – это эмоция. Эмоция – это ответная реакция. Сознание, бессознательная наука, в общем, личности на события. Нет событий, вообще-то ничего нет. Совсем условно. Очень простой... Происставить за сколько эмоций всего, кто знает. Первые несколько, два десятка сайтов, если вы забьете в гугле эмоции, что такое эмоции? Первые два десятка сайтов дают абсолютно неверную информацию. Это парадоксально, но это так. Вы просто... Если вы мне не верите, вы найдите профессионального психолога и с ним просто побеседуйте на эту тему. А потом посмотрите, что написано в первых, там, ну, между двадцать... Что-то принятие, смирение. Ну, там, ситуация. Там все в курсе. Сначала, точнее, неприятие, потом осознание, потом смирение, потом принятие. Что-то в руку. Нет, ну, это ты говоришь про стадь и переживание. Нет. Я говорю, про что вообще эмоции? Про ситуации. Мощь, эмоции вообще всего шесть базов. Всего шесть. Проверяется очень просто. Если вы можете изобразить эмоцию, то это эмоции. Если вы... Ну, на рынке есть такое выражение страх и жадность. Это две эмоции, которые рулят рынком. Ну, страх, да. Страх, это единственная эмоция, которая нам передается по наследству, придется нам в генах. Проверяется очень просто. Берут маленького ребенка, который только что родился, делают громкий звук. Он боится. Бросают его... Ну, вылеты, это опыты. На самом деле, психология, там все очень закономерно. Если я подойду каждому из вас плюну в лицо, вам будет очень неприятно. Это будет закономерно. Эти взаимосвязи, они все работают. Те, кто называют психологию лженаукой там, или какой-то ненаукой, я их понимаю. Насаждается очень массированно. Даже Греф, помните, говорил, вы что хотите, чтобы эти люди узнали, кто они такие, а как мы имейту тогда будем управлять? Никогда психология не будет наукой и наряду с математикой. Очень просто. Потому что тогда люди узнают, как можно им манипулировать, и эти манипуляции будут вообще бесполезны. Ну, в массе своей. Каждый, конечно, понятно, даже рисовать каждому чуть проблематично. Я вам людей не могу в месяц научить треугольник выходить на границу. То есть у каждого свое. Эмоции. А в следующем, что потом? Вот произошла эмоция, страшно. Бум, страшно. Все. Что потом? Действие. Не, ну не действие. Я имею в виду, что происходит в голове. Состояние психики в нашей. Что примерно? Любовь – это эмоция. Подумайте. Вы изобретите на лице любовь. Чувства. Все правильно. Чувства. Следующее чувство. Если мысль скоротечно там, щелк, вы уже все, уже могли все решить. Эмоции до 20 секунд. То есть сама по себе эмоция занимает очень тоже много времени по сравнению с общим временем. Следующее идет чувство. Чувства могут занимать 5 минут. Здесь очень много споров, разных психологических школ. Но я думаю, все-таки до 5 минут. Все остальное уже идут чувства и переживания. Если вы потеряли тысячу рублей, в тот момент, когда сунули в карман, там нет тысячи рублей. Это событие. Первый момент. У вас могут быть даже несколько эмоций. Страх, непонятно, удивление. Может быть, для кого-то радость. Вот теперь не напьюсь. А потом эмоции закончились. Вы идете дальше, домой. Но у вас все равно осознанно или неосознанно. Вы все равно будете где-то там. Вы можете про это забыть. Может быть, знаете, такое у себя находили состояние? Что-то хреновое, что-то есть такое, а не помню. Вот не помню. А потом вспоминаешь, а не так уж и хреново. То есть вот это вот чувство, которое живет, оно может быть уже и неосознаваемо. Ну и следующее все это переживали. Знаете, чем год назад я своим друзьям, коллегам рассказывал, почему год назад я вообще начал этим заниматься? И Андрей позвонил. Сам не помню. Андрей, у меня вот есть интересное, что людям рассказать. Андрей говорит, давай расскажем. Я когда начал про это говорить, про все про это, мне человек один написал, давай встретимся, пообщаемся. Я две недели работаю, 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 зарабатываю, зарабатываю, потом три дня все сливаю. Или за два часа все сливаю. И так уже несколько лет. Если ты такой крутой психолог, реши вопрос, я тебе заплачу. Я ему там сумму просто так, чтобы от меня отстал, от балды назвал, и будет не вопрос, давай. Ну и мне стало интересно. На самом деле мне это стало интересно уже на другом немножко уровне. Ну во-первых, как бы мы победили ситуацию, да, то есть возникло что? У человека возникла мысль, после серии удачных дней, ну, я не буду вдаваться в подробности, но это одна и та же мысль. Когда человек находится в раю, у раю у каждого мужчины свой, ну, он примерно у всех одинаковый, да? И вот там ему хорошо. И вот в таком состоянии он начинает торговать. Я научил его очень простому, что когда он возвращается к этой мысли, после серии, допустим, прибыльных сделок, так идет с укрупнением, постоянно с наращиванием позиций, да? Когда у него возникает такая мысль, он должен просто прекращать торговлю. Мы долго как бы занимались этим, пару недель, но все равно вопрос был решен. То есть со временем, со временем, со временем торговля выровнялась. И задача, которая была поставлена конкретно мне, да? То есть наступает определенное событие, событие это череда прибыльных сделок, все, я звезда, я молодец, определенно возникают мысли, а потом просто я научил его способу эту мысль находить ее, а делать ее вещественно доступной, и все. То есть он просто пример, как это работает вообще, вообще, как работает наша психика. И, по крайней мере, ну, он не то чтобы сразу, это заняло какое-то время, даже где-то около полугода, но он, по крайней мере, начал, скажем так, просадки стали в три раза меньше. Вот это вот все, это, скажем так, и есть психология. То есть психология, это наука, сейчас вопрос вопрос. Вот это, скажем так, пачка вещей, несколько факторов, с которыми работает любой маломальский психолог. Понятно, что события мы не можем изменить. Ну, в тренинге мы можем просто вообще не слышать ничего, не видеть, не знать про тренинги. Тогда событий, касаемо тренинга, не будет вообще никаких. Ну, правильно, не будет. Большинство новичков делают следующую вещь. Они зашли в позицию. Вот они открыли, там, ну, условно, Сберс. Ну, условно, там, 10 лотов. Они ситуацию нашли эту на днях. Ну, условно, услышали новость в ту же сторону. Увидели, что все пишут, что надо покупать, хотя в этот момент часто надо продавать. Да, но вопрос в том, что совершается сделка, ставится стоп, потом большинство людей. Ну, вот я по своему опыту общения с другими. Они открывают 5-ти минутки и начнут это осмотреть в мониторе. И трястись. Тем самым они делают что? Вопрос первый. Количество событий, которые они на себя повергают, становится гораздо больше. Каждая свечка разного цвета – это событие. Одно дело дневное, там, больше-меньше. Да, а вы понимаете, о чем я говорю? Чтобы изменить ситуацию какую-то… А, вопрос там был. Давайте, может, исходим. Да, у меня вопрос по поводу той ситуации с вашим человеком, которому вы помогли, да? А как у меня тоже такая ситуация бывает, да? Когда после ряда положительных сделок начинается эйфория, да? Но по другим людям я могу понять, что у человека эйфория в данный момент и лучше ему не торговать. А я, допустим, не могу определить, что у меня в данный момент сейчас эйфория, и лучше мне остановиться. Ну, давайте тогда спишемся, потому что это отдельная тема. Это как бы уже вопрос понятен и нужно решать. Мы, Андрей, нам не выделяется в таком времени. А мы можем отдельно. Ну, впервые-то у вас есть. Да. Вот это вот все, вот эта вот вся пачка, да, очень опирается хорошо на фундамент, который называется наше мировоззрение. Наше мировоззрение, наша вера, наше видение, наш взгляд. С чем работает психолог, как вы думаете, чтобы изменить ситуацию? От триггера до сюда. Вот это вот последовательность вещей. А, кстати, понятна работа психолога вообще, с чем ведет работа, как бы? В общем, я схематично, по-моему, объясню. Понятно или непонятно? С чем работает психолог из этих пяти хернов? Вот вопрос к вам. Что можно изменить? Мировоззрение, извините. Мировоззрение, это все, это вот база, фундамент, как бы, это такая зыбкая тема. Вот из этих всех событий, которые вот, события раз, два, три, четыре, и в этом событии можем находиться там, переживания можем. Умер близкий человек, мы можем с этим, с этой мыслью, с этим жить всю жизнь. То есть переживание может быть вообще толпым. Когда вы слили большую, огромную часть денег, я сейчас про это ниже скажу, это, может быть, может влиять на всю вашу торговлю отрицательно, до тех пор, пока вы из этого плена не выведетесь. Большинство, кстати, трейдеров в этом пиле находятся. Я называю это пилище колесом. Сейчас я скажу, как на него попасть. Мышление-то надо поменять. Да, но вот мышление, мировоззрение, вот что психолог может сделать? События я не могу убрать. Друзья, чувство, эмоции невозможно изменить. Бегите, бегите от тех, кто говорит, что нужно контролировать свои эмоции. Или держите свои эмоции при себе. Просто бегите. Это люди, которые в психологии не понимают ничего. Вы можете поставить кастрюлю на огонь с водой и держать ее руками, с крышкой. Посмотрим, что с вами будет через полчаса. Если вы какие-то эмоции начнете в себе зажимать, если вы что-то начнете в себе зажимать, это вырвется с такой силы, что разломает все, даже больше, если вы просто, условно, потихоньку, значит, ну, ведете из себя. Поэтому контролировать свои эмоции через их удержание – это не тот путь. Психолог может поработать с мыслью. Больше ни с чем. В общем, простой пример. Я вам это сложно понять вначале. Но когда немножко цепляешься за это уже, потом уже все это как глубоко разматывается. Загадка. Сидит два человека в комнате, смотрит телевизор, футбол. Забегает собака. Один, как смотрел, так и смотрел. Второй написал в штангах. Кто хозяин собаки? Но тот, кому все равно. Понятно? Потому что у нее есть определенное убеждение, мировоззрение, вера, понятие, как угодно, о том, что собака будет делать, когда зашла в эту комнату. Ну, не будет ничего. И все, как бы, это нормальная ситуация, да? Все понятно. Другой человек, который не знает, что будет, не знает жизни с этой собакой, взаимоотношения с этой собакой, ему будет очень страшно. И чем больше собака, тем сильнее он описывает штаны. Ну, совсем вот вам такие вот кухонные примеры, потому что это так более понятно. Как работать с мыслью и с мыслью, если мы ее даже не улавливаем, она у нас появилась в голове, это или страх, или спокойствие. Если к вам забегает 10 раз на дню та же самая собака у вашего друга, через 2 недели, вы уже перестанете ссаться в штаны? Ну, вот уже мысль запускает определенные последствия психики. И один из вариантов того, что делать, да, это приучение себя к ситуации. То есть, условно, это приучение через опыт. Сейчас про опыт. Почему? А что тогда от фобии так с ними бороться? Ну, если мы понимаем, что паук нас никуда не утащит, и спиртель... Самое ясное я понял. На фобии зарабатывает огромное количество денег. Ну, извините, психолог это профессия, которая стоит денег. В среднем в Москве в среднем час работать психологом стоит 3 тысячи рублей. Работа с любой фобией это примерно 50 тысяч рублей. Я вам просто пример. Для тех, кто говорит, что психология это не наука. Дело все очень просто. Есть агрофобия, например, боязнь пауков, да? Если к вам рядом положить с вами паука, конечно, вам будет страшно. Даже, может быть, интенсивность настолько высокая, что человек может потерять сознание со страха и просто повести себя неадекватно. Я сейчас объясню, что это неадекватно. Поэтому вначале психолог выстраивает цепочку событий, которые понижают интенсивность воздействия на личность через события. Разговоры о пауках, фильмы о пауках, стихи о пауках, о пауках больше. То есть, как пример про собаку. То есть, условно. И со временем есть определенные техники. Я не специалист по фобиям. Если надо, я выясню. Я если не специалист, прекрасно. Да, идем дальше. То есть, тут примерно более-менее понятно. У нас нет столько времени, чтобы я вам... Но более-менее вам смысл понятен. С чем надо работать? Через опыт. Самое первое, через опыт. Давайте так. Почему большинство людей даже через 5-10 лет не имеют опыта, нормального опыта зарабатывать на рынке? Очень просто. Вопрос первый. Риски. Вы учитесь ездить на велосипеде с начальной скорость движения велосипеда там 2 км в час. Стал на велосипед, оттолкнулся, упал, ободрал коленки и так далее, и так далее. У меня у сына 10 лет, не могу мучить до сих пор ездить на велосипеде. Не знаю почему. Суть в чем? Когда человек приходит на рынок, из тех, из моего личного опыта, из опыта моих коллег, с кем я общаюсь, те, кто, ну скажем так, на рынке давно, но они не поняли проблему. Потому что я говорил, проблема не в системе. Есть огромное количество людей, которые на гэпах, вот я вот, Стас, извини, пожалуйста, был у человека, у него дом для гостей в 4 раза больше, чем эта комната. Он работает только на гэпах. Уже лет 8. Только гэпы. Никаких не гэпы объем, в гэпы объем. Логика понятна. Есть, и Андрей знает много таких примеров, у человека могут быть 2 средние, зарабатывать миллионы. Все настолько просто. Но еще раз говорю, вы возьмете, я тут очень сумбурно говорю, потому что слишком много инфы хочу сбежать, возьмите любого новичка, его депозит выглядит вот так, он очень быстро сливает. И делайте наоборот. И вот играют. Казалось бы. А что, мы так делали. У меня времени полно. Что значит, возьмите новичка? Ну, берешь человека... Не получится. Нет. Берешь человека, который сливает очень быстро. Куда берешь? Сажаешь клетку? Слово-слово. Сделаешь программу, которая его позиции в оборотную сторону набирает. Ну, совсем просто. Я про суть. Я не про то, как средства прибыли, да, это играют. Задача состоит в том, что человек, который быстро сливает, скорее всего, неправильно заходит, а неправильно выходит. Прибыли вот такие вот, а риски мы не можем держать. Так вот, катание на велосипеде и тренинг, при чем здесь это, да? Большинство людей ставит изначально огромные риски. Но вот в этом суть. Я сужу через свой опыт, а у меня опытом будет здоров. Можно, простой вопрос, вы мне скажете, да что такое риски? Фигня там, ну, немножко слил там в день не один процент, а тридцать процентов. Но человек попадает в белочек и в челок, в колесо как раз через это. Потому что нужно первым делом вернуть хотя бы, есть мысль, я принес на рынок миллион, теперь у меня семьсот тысяч, и теперь он не думает ни про систему, ни про объемы, ни про новости. У него есть уже переживания и очень четкое убеждение, что ему нужно вернуть хотя бы в ноль. Огромное количество состояний было слито как раз из-за того, что уже у людей в голове пароходы с мыслями ходили. Как бы не вернуть? То есть не как остановиться, не как успокоиться, а немножко по-другому. Поэтому большинство как раз на велосипеде учатся так. Это ставят на горку, где там начальная скорость 50 км в час. Один раз упал, но если тут на родной дороге, да, там коленки ободрался, зажили и заново, да, то 30 км в час, сломал ребра, сломал ноги, сломал руки. И через год мы имеем инвалида, но это совсем фигурально. Имеем инвалида, который решил продолжать тем, чем он занимается. Ну что, сколько времени потрачено, столько же денег того в бухом, надо же как-то из этого результат как-то свой получить. Еще и деньги надо вернуть, а еще часто бывают деньги занимают, а еще и там всякие кредиты там, маминные там, девчонные деньги. Это все является только отрицательными вещами. только нагрузками. Поэтому я, когда вот, ну первое, да, я говорю, есть один человек, да, который прямя в интернете изгадил весь интернет. История очень простая. Он говорит, хорошо, но вот, когда мы с ним еще общались, он говорит, хорошо, вот у меня ситуация, я не могу зарабатывать, расскажи. Нет, Сергей, я адекватный. Я говорю, пришли, стейт. Он мне говорит, стейт, я не пришел, я тебе в общем расскажу. У человека 10% риска в день. Я говорю, слушай, ну давай сделаем так. Ты сейчас сокращаешь риски в 10 раз, потому что ни один нормальный человек с такими рисками, ну не сможет адекватно чувствовать себя во время торговли. Ну потому что это слишком много. Не важно, о какой сумме идет речь, все равно это очень много от депозита. 10% закладывать и все это 10% даже мало до 20%. Я говорю, это первое, что нужно сделать. Я расписал ему подробно на его фьючерсах, на его инструментах, просто, хотя человек с 5-летним, с 7-летним опытом. Знаете, что? Он мне наговорил матом, пишет теперь везде, что я никакой, что я плохой психолог, я вообще никто, я что-то там и там и так далее. Хотя я сказал, самое простое, сделай риски хотя бы минимальные для того, чтобы успокоиться, просто посмотреть, что ты делаешь. Потому что из-за таких рисков ты просто не видишь, что ты делаешь, потому что это ненормально. Я привел такой просто пример, привожу тоже коллегу, да, представь себе ситуацию, мы сейчас с тобой спорим. Сейчас я скажу про интенсивность. Мы спорим с человеком, да, вы знаете, как русская рулетка, да, если я выиграл, да, но вот отрвешь мне пук волос, ну, нет, у нас отрвешься, нет, пук волос, мы с Андреем спорим. А если мы там будем спорить на тысячу рублей, конечно, волнения уже будет больше. А если на миллион мы будем спорить, еще будет более волнительно. А если спорить на жизнь, то есть вообще потеря полностью, адекватности. Если про это более-менее, это совсем вот прям общее, сейчас про национальную интенсивность. Есть по поводу мерзжин, хороший психолог привела, я возьму на вооружение, про адекватность. Что такое тильт? Что такое тильт? Еще есть варианты? Отсутствие контроля в своей жизни. Ну, тильт, это вообще игровой покерный термин, к третьему его противбили, но тильт, это состояние психики, при котором человек руководствуется не здравым смыслом, а рациональным мышлением, логикой, а эмоциональным. Все. Вот емкое определение. То есть, когда разум, условно, наш смысл, смысловые наши функции, они угасают, и вверх берут, собственно, эмоции. Когда решил, все, три стопа закрывают, в конце дня 17 стопов, нет, вот теперь мне повезет, идет укрупнение. Ну, так многих много ситуаций. У каждого по-разному это все бывает. Вот про эмоциональное состояние. Есть такое понятие, как эмоциональная интенсивность. Я вам совсем грубо потом можете в интернете почитать. Эмоциональная интенсивность. Есть определенные, есть три зоны. Первая, это зона, ну, скажем так, контроля. Это называется такая буфер, планка, по-разному. А вот это состояние называется сотовый тилт. Ну, пускай оно называется тилт, так на нашем языке более понятно. Человек, который убивает другого человека в порыве гнева, в порыве отчаяния, да, человек, который заканчивается жизнь самоубийством, это люди, которые находятся в очень высоком состояние, в эмоциональном состоянии очень высокой интенсивности. состояние аффекта. Даже в юриспруденции, по-моему, есть такое, да, здесь состояние, там, у человека, там, решил жизни, тебе идет скачиваемый срок немножко, ну, потому что это природа, то есть, это природа так решила так действовать. Человек уже, как говорится, уже ничего не понимает, ничего не видит, им руководит конкретная ситуация вот сейчас. Большинство убийств на бытовой полной почве именно такие. Первое, да, есть обычное состояние, вы едете в автобусе на работу, вы там будете работать и немножко торговать, пока начальство не видит. Но совсем простая ситуация, едете на автобусе, по нейтрали, по нейтрали, по нейтрали, неважно. Сейчас и ваше эмоциональное состояние условно стабильно, то есть, вы в состоянии поколен, вы адекватны, у вас есть система правил, по которым вы будете торговать и условно по которым вы будете вести себя в общественном месте. Ну, адекватно вашему состоянию, вы же одеты, вы же не дома в трусах или в шортах, в тапочках, да, вы другое здесь, общественно, тратки, вы захотели в туалет. Если состояние эмоциональная интенсивность вам не нравится, приведу более такой житейский пример, например, эмоциональная возбудимость или эмоциональное раздражение. То есть, вот это вот 0, вот это 100%. Совсем грубо. Вот вы здесь едете в автобусе, да, вот, все, заходили в туалет, вот сильно прям прижало. Подрастет эмоциональное состояние, вы будете более раздражены, скажем так. Едем дальше, звонит начальник и нехорошими словами говоришь, ты опаздываешь, все, теперь ты вообще под вопросом работаешь, ну или нет, там и так далее, да. Вырастет от этого национальная состояние, еще подрастет. И тут резко водитель говорит, расслабьтесь, граждане, 15 минут ждем, пробка, Путин едет, ну условно совсем, да, кто-нибудь советит, рельсы покрасили, не важно. Подрастет от этого эмоциональное состояние? Да. И если кто-то вам там скажет рядышком, слышь, ты че тут, вот в этом состоянии большая вероятность, ну не пырнуть ножиком, да, но нахамить в ответ. Если в этом состоянии вам кто-то будет хамить, то вероятность того, чтобы нахамить например в ответ или совершите какое-то там уголовное действие, дадите помощь, например, оно гораздо ниже. То есть чем выше эмоциональное состояние, тем собственно большему аффекту, ну скажем так, вы склоняетесь к большему, ну или большая вероятность того, что вы потеряете контроль над своим национальным поведением, ну будете вести себя неадекватно, как называется. То есть здесь было адекватно, здесь неадекватно. для того, чтобы попасть в неадекватную среду, произошла целая цепь событий. Например, автобус, это вообще трейдинг, сама по себе трейдинг, сама по себе среда, психически очень активна. постоянное изменение направления рынка, постоянно риск, под риск ставятся ваши деньги. Кстати, могут быть не ваши деньги, я заметил, что люди очень плохо работают, те, которые публикуют свои сигналы. У трейдеров почему-то глупо называют, что это какая-то, как называется, я когда сообщаю в своих позициях, то тогда я начинаю хуже сливать, удачу спугиваю, неудачу спугиваю. В чем удача? Просто его риску подвергается теперь не только депозит, но его еще мнение, то есть его, как это называется, авторитет, репутация, то есть это еще сильнее, то есть это уже попали условно в пробку. Следующий момент, триггеров может быть очень много, любые новости, любой сраж, дети дома кричат, жена недовольна вашим тренингом, вообще что-то за руда такая, то есть огромное количество событий, которые повышают вашу национальную интенсивность. Всегда. И стоп является триггером, и профит является триггером, и кто-то там вам нахамил в комментариях на пресловутом смарт-лабе, что это там сплошь и ряд. Это тоже является отличным триггером. Я кстати знаю, уже Андрей говорил, что там нет, потому знаю гораздо больше людей, которые зарабатывают очень хорошо на рынке, они говорят, какой смарт-лаб, какие чаты, ты о чем? Люди даже телефоны стараются выключать и ставить там режим только звонки от очень важных людей. Ничего не должно раздражать. А большинство трейдеров, ну, по крайней мере, с теми я общаюсь, с которым я пытаюсь своей стороны как-то помогать, 10 часов утра так открыл квик, открыл значит что-то это, открыл смарт-лаб, что там поржать, ага, то есть человек уже прямо здесь находится, прямо здесь. А потом они называют лобку свою торговлю и я торговлю интуитивно. Все. Потому что никаких сил и средств нет возможности придерживаться даже собственных правил. Я, кстати, практически со всеми знаком гуру рынка, который обучают, но который адекватный. Гуру в хорошем смысле, да? Я говорю, ну, давай, ладно, расскажи, но ведь да, действительно, да, если один из потока начинает что-то там положительно торговать, это плюс. Потому что на самом деле вы как вы думаете, мы управляем нашим мозгом или мозг наш управляет нами. Начиная от наших мыслей, наших поступков, заканчивается регулированием частоты сердцебиения. Никак не мысленно. А? Взаимозависимо. Ну, а что первичность? Сексовать. Чуть сильнее. Ну, не буду спорить, ладно. В общем, интенсивность играет огромнейшую роль. Поэтому первое, да, тут такой совет, особенно касаемо новичков, если вы хотите хотя бы следовать каким-то там правилам, хотя бы не быть в состоянии адекватности как минимум гораздо больше, чем обычно, первый вопрос рисков. Это самое первое. Мне люди говорят, я согласен с тобой, я сделаю риск даже полпроцента в день, полпроцента, не знаю, в сделку, но я никогда не стану богатым, торгуя так. А я говорю, что торгуя так, ты себе выстроишь психику таким образом, что ты получишь самый настоящий опыт, который будет твоей интуицией. Это первое. Но все равно будет работа в определенных условиях ограничения по риску. А потом я тебе приведу людей, которые дадут тебе деньги, посмотрят твой счет и скажут на, зарабатывай. Даже вот стали известны случаи, когда просто трейдеры просто упроки, просто выдергивали и все. Говорят, на деньги, Работай. С ты работаешь, да вот в такой линии доходности. Да ради бога. Кто против-то? Вот как раз на эту тему я решил заморочиться, как говорят молодые люди. Давайте по вопросам. Я понимаю, что очень сумбурно. На самом деле это вот прям на несколько занятий просто объяснить механизм. Потому что механизм более сложен, чем я сейчас объясняю. Но когда люди говорят психология или там дисциплина это 50% успеха в тренинге 30%, 20%, 10%, 90%. Это 100%. Представьте себе пример. Очень люблю примеры, что вы пошли обучиться Мальку Тайсону чтобы стать чемпионом мира. Очень простой пример. Вы можете послушать лекцию, вы посмотрите его бои. Да? Вы станете боксером? Нет, конечно. Если вы выйдете на ринг с чемпионом, ну, с боксером такого же уровня, вы просто станете инвалидом в лучшем случае через минуту. Ну, потому что в тренинге, как и везде в среде, хоть это иррациональная среда, Андрей, отдельно про это я говорил на какое-нибудь занятие, про это, что такое иррациональная среда, а при чем здесь тренинг? Это поступенчатое развитие через риски. Самое первое это вопрос рисков. Вы тем самым нарабатываете себе механику. Из этой механики вы видите журнал сделок безусловно. Но в любом случае нужно примечать, что вы сделали какие-то действия. Большинство трейдеров, которые я вижу, они торговали целый день, а потом они смотрят на график, а что я здесь вообще заходил? В тот момент, когда было принято решение, совершена сделка, люди там, да, у них было полное обоснование, почему тут нужно заходить. Вечером, когда уже смотришь, там у тебя минус или там переторговка, там, комиссия заплачена, как-то по нулям, ну годинка. Чего заходил? Тут зачем заходил? Уже непонятно. Может быть и правильно заходил. Самое главное ведь не заработал или проиграл, самое главное правильно сделал. А рынок очень многих людей ломается из-за того, что можно целый день делать все правильно, целый день, день за днем делать правильно, правильно, правильно и все спит. Ну, имею в виду день, два, три сливать деньги. А можно от болты просто так взять, нажать, пропади все пропанно, пойду покурю чаю, попью, все, гори, ясным пламя пришел и закрылся. А самое худшее, подождал, она опять к нулю пришла, тогда все уже, застрелись капустой. И таких примеров масса, это самый житейский пример. И от этого просто голова людей просто, это психика наша, к этому не готова. То есть, как с этим работать, ну, это уже совсем там залез, уже в гидре. Вопросы есть. Вопрос, как быстро понизить эмоциональное высокое состояние? Вот ты в него вошел, как быстро жить? Ну, первое, первое, да, вот, есть трейдеры очень известные, которые вот здесь живут. Вот, как бы, да, очень известные люди, которые вот первые. Есть вот эту зону, я нарисовал, не зря, она называется блок-буфер, то есть, все-таки, природа неким образом нас сдерживает от быстрого перехода сюда. Ну, это биологически выработалось, потому что все-таки должен быть какой-то такая зона контроля, да, как в трейдинге любят еще ребята, как называется, зона контроля, после, прорывая которую, уже эффективное состояние, называется вообще психология, эффективное состояние, здесь уже делать нечего, надо сюда не попадать. У профессиональных трейдеров с огромным стажем, у них вот эта планка находится очень-очень высоко, и тем самым эмоциональная интенсивность поднимается, условно отбивается и падает вниз. Вот как раз этим объясняется пример, когда по профессиональным трейдерам непонятно, он сейчас торгует в плюс или в минус. Потому что для него что плюс, что минус, он здесь находится. Ему совершенно до балды. А люди, которые сбер шортят от 120 и ждут, когда он навалится, они находятся здесь уже изначально. Таких полно. А люди, которые, у меня есть знакомые, которые по 360 брались «Газпрома». И пытаются торговать. И каждое утро они просыпаются с мыслью о том, что «Газпром» то у них сцепится полно. То есть самое главное сюда не попадать. Вы должны как минимум убрать от себя во время торговли посторонние звуки. Вы не должны хотеть в туалет, вы не должны хотеть есть. Не дай бог какие там дети кричат, шумят. Если вы не получаете дома одобрение от своей деятельности, уходите из дома. Найдите себе торговое место в другом месте. Потому что когда на вас идет давление, это то же самое, что сидите в автобусе и ходите уже не по-маленькому, а уже по-большому и вот-вот. Когда у вас жена, часто бывает, или кто-то родители, или кто-то там не поддержит вашу деятельность. У меня жена поддерживает вашу деятельность, потому что моя деятельность сидит по телефону и иногда матом покричает. То есть как бы вот. А большинство, у меня тоже была когда-то мама, мама у меня слава богу, и сейчас, которая мне давила и мешала и все. Не должны быть голодны. Даже у мужчин есть такое понимание житейства, когда мужчина голоден, ну что? Он более отражительный. Это нормально. Потому что вот эти вот вещи, которые происходят, эмоциональные, чувственные состояния. Это же не просто так взялось из воздуха. Это определенный набор концентрации гормонов в человеческой крови. Потому что любая эмоция порождает не только психическое, изменение психических состояния, но и физиологическое состояние. Мурашки по коже, волосы там дыбом становятся. температура тела может повыситься или понизиться очень быстро. Или, например, сердцебиение очень быстро. Можете, кстати, хороший пример, у кого интересно, есть напульсники с градацией этого самого. Тоже совет продаю. Мне директорам помогло. С градацией частоты сердцебиения. То есть надеваешь напульсник, вот такие сейчас фитнес-браслеты с этой функцией дешевые. Если там ставишь планку, например, до 70 это нормальная ЧСС. Нормальная. Больше 85 он сообщает ну что уже. Человек сидит, начинает торговать, у него уже пульс. О чем это говорит? Если пульс зашкаливает, это значит о том, что гормональные изменения уже выстрелились в такой ряд, что человек очень сильно возбужден. Имеется ввиду психологически, но эмоционально возбужден. Масса факторов. Большинство трейдеров, я делаю сам такие ошибки. Приехал откуда-нибудь, так подбежал домой, не поел там, ничего там, в одном ботинке подбежал, как там мои позиции скорее-скорее посмотреть. А жена говорит, иди поешь, ты же сам говорил, что надо поесть, надо быть спокойным. Подожди! А она говорит, ты же у меня что орешь? Все. То есть я уже понятно, я еще ничего не сделал, я уже вот здесь. А я целый день сидеть и думать, а как там мои позиции? Условно. Ну, совсем грубо. Плюс там раздражители какие-то там, с работы звонишь. То есть этих раздражителей должно быть как можно меньше. Потому что это самое первое. Вот здесь вы себя все чувствуете. Запомните, человек, который ножом режет другого человека из-за обиды, он уже не понимает, что он творит. Его сознательно, рациональная часть, его сознание, оно отключено. Вот это и есть тильт. Но тильт это не то, что когда люди думают, тильт это когда бросил уже монитор в окно. Нет. Тильт это когда вы отходите от своего собственного торгового плана. И у трейдеров с небольшим положительным опытом вот этот план находится очень-очень низко. Есть такой даже знаете, есть люди, которые очень легко раздражительны. Еще говорят на них псих. Бывает такое. Человек доведенный до определенного состояния, помните виноград, наш центр занимался этой проблемой. как раз. Помните виноград, который зашел с ружьем и поубивал сколько, 8 человек? Вот наш центр перекресток центр совместный и наш. Мы как раз этим занимались. То есть изучали все это, написали кучу всего, написали в министерство образования целую бумагу, все это человеку младерю завернули, деньги ушли вообще в другую сторону, короче караул. Но к сожалению там беда в руководстве страной просто про то, что человек был доведенный до определенного состояния, он находился долго в состоянии эффективном уже, а потом он жил, он ел, он разговаривал с людьми. А в аптеку Карилла что ли? Где это убийство? Ну да, я не помню, я не помню, это было 6 назад. трейдеры часто как раз уже с этим. Самый первый фактор находиться в эффективном состоянии изначально это что? Как вы думаете? Ну вообще представьте себя изначально какой-то результат в прошлом даже положительный результат может вас повернуть в эффективное состояние. Вот это эйфория. Эйфория это всего лишь степень радости. Радость это эмоции. А эйфория это более интенсивное состояние от эмоций радости. И человек находясь в эффективном состоянии от полученной каких-то прибыли тоже теряет из-под ног почву. Я понял. Просадки то же самое. Потери в прошлом то же самое. Поэтому говорят новый день это чистый лист. Не было ничего там вчера позавчера и все было хорошо. Давайте вопросы у меня Андрей заворачивает. Слушай а вот лекарственные средства там новопосит они могут поведеть эту кривую? Я думаю что могут да но я бы советовал потому что надо бороться с причиной а не с последствиями. это более правильно но я психиатр этим занимаюсь. Роботы будут бороться с причиной? Как можно больше должно быть автоматики в плане торговли в плане я рекомендую всем использовать различные оповещения не носить пялиться в график поставили позицию открыли поставили стоп лост поставьте на разные уровни значит оповещения оповещения которые приходят алертами сюда это все фуфло на мой взгляд потому что приходится сидеть и пялиться в монитор пялиться в монитор чем больше пялиться в монитор тем больше в вашем потому что больше событий происходит и планочка потихонечку как Андрей говорит Вильников отъезжаем есть люди такие сейчас что посмотришь человек здоров или нет таких людей достаточно много как раз трейдинг это все делает очень много людей находятся так долго находятся в эффективном состоянии что они начинают этим жить очень простой пример очень сильное потрясение например тюрьма война настолько ломает психику людей что они потом находятся полностью в подарном состоянии то есть это все влияет потом на их жизнь заставляет употреблять наркотики алкоголь чтобы немножко разгрузиться вопрос об этом скажите эмоциональный интеллект это что это модный тренд да я сейчас скажу отвечу эмоциональный интеллект это искусство считывать свои эмоции и свои переживания это то как раз о чем я вам и говорю то есть это умение считывать свои эмоции и ощущения да скажите какие вы методы в своей работе используются для изменения мышления ну я терапией не занимаюсь считаешь это терапия да любое лечение это терапия то есть воздействие я делаю очень просто ну например я сейчас набрал учеников сейчас на них черепахи я провожу всякие жесткие эксперименты я как бы всю линию знаю но немножко отхожу из форматора для того чтобы более глубже изучить самое первое это человек можно поставить в рамки как бы это смешно ни казалось первое ответственность а методы какие поставки я вот не понял вопрос человек получает задание смотрите я объясню хорошо я вам буду бить вам будет больно это метод вы какие используете нет я понял самое первое человек должен признаться первое собственном непонимании вопроса кстати эксперимент для всех кто хочет просто поизучать себя делайте только один паттерн в месяц вот у вас есть масса паттернов ситуаций комбинаций каких то там условий для входа возьмите одно и попробуйте делать его в месяц но вот что делать если это не получается нет нет не получается почему терпения не хватает например не можешь сам удержать а что хочется нет нет терпение хорошая мысль терпеть не хватает если паттера не верна терпите не терпите самостоятельно нет а при чем Валя при чем здесь я про прибыль и убыток вообще ничего не говорил я тебя не говорю не 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 ты правильную вещь сказал я про то что не важно прибыль и убыток я говорю вы хотя бы делайте что-то одно и вы откройте себе необычные грани это называется первое это будет отвержение самое первое многие здесь подумали это все херня нет второе это просто у меня уже было много-много раз уже год я уже набираю группу общаюсь просто так все это ведутся одинаково каждый думает что он индивидуальный да ну и каждый так думает что он индивидуальный да все думают одинаково через неделю ломается половина через полторы недели 90% ну через там три недели практически все бросают потому что первое это скучно тренинг интересен тем что очень сильно он поднимает нашу эмоциональную составляющую становится интересным мы солим суп для того чтобы он был более вкусным а в тренинге как раз спросите любого трейдера но я понимаю что у нас проблема в России да у нас сложно отличить кто зарабатывает кто не зарабатывает но самое главное понять что тренинг это скучно это скучно это обычная бухгалтерская работа методика я просто хочу сказать методика очень простая нужно человека поставить в определенные рамки правил и ему показать это долговремен да это несколько месяцев ему показать что находясь только в рамках этих правил все хорошо влево-вправо он получает расстрел притом он видит это сам так вопрос как это сделать как сделать чтобы быть в этих рамках да то есть как-то иголкой колете каждый раз когда он взял это неправильно или там допустим я не знаю ну вот есть определенные рамки которые все знают все знают но не соблюдает почему ставить стоп лосс удвинул дальше убрал все все знают что его надо ставить ну никто же не ставит ну я не говорю никто не как победить это как-то андрей чего давайте на отдельно значит смотри у меня кривая выросла про зашкаливает то что у меня зал арендована плен и поэтому делать перед 10 минут а ты общайся перерыв давайте ты общайся лучше перерыве давайте похлопаем день заработали 2 у меня стабильно то есть еще раз выводите прибыль то есть еще раз вы 3е хороший дефод и подождите подайте еще раз еще раз вопрос а думаешь о живая будет три дня работа от anderen следе это заработать с лидом tell you it to most you вот прибыль вовсе вам психологически будет это то что вы не заработали сняли деньги все этого слив я бываю я думать эти важность ли если Coronux себя логе будет а мне чтобы путь у вас была струми chau работа listening ты сняли Ninja люди сидеть опять рублей и вот так вот так это вам огромный плюс дадут. Да, вы не капитализируйте счет. Плюс раз в полгода, раз в год. Состав рублей будете... Будет вырабатываться навык. Но у меня в течение дня это... Схемоги свое ломать будете. Я говорю, у меня бывает это в течение дня. Знаете, как Берес торгует Андрюшев из Пскова? Он ставит себе в рационную маржу минус. У него минус, допустим, 100. И он из этого минуса вырезает. Я вообще убираю. Все убираю. Я вообще не вижу. Как тихого. Я тихий. Да, да, да. Надо убирать. Я уже и график такой у меня нет. У меня вот такой график. Если я встал в позицию, чтобы дождаться до первого. Еще раз, советую. Не торгуйте внутренне. Выводите прибыль. Как можно чаще, как можно больше. То есть, вот как вы говорите, что анализу никакому не подлежит. Сегодня одно, сегодня другое. Кто? Если торговать на средний срок. Нет, нет, еще раз. Если вы торгите внутри дня, это одно дело. Если торгует на средний срок, это совершенно другое дело. Ну вот я и говорю, в средний срок мне не получается торговать. Внутри дня получается. Ну отлично, отлично. Ну а что получается? Как я пополню вашу проблему? У вас получается день плюсей. Второй день плюсей. Третий день плюсей. Пятый день плюсей. Десятый день плюсей. Не правильно. Одиннадцатый бакс и все. Два часа в трюсе потом. Выводите бабки. Хорошо. Если вы хотите капитализировать счет, вы видите 50%. Вы видите 80% от этого прибыли. Остановится можно туда 5%. Все. Это ваше психо... Вам на мозги будет то, что давать, что... Слышал в том, что я объясняю. В течение дня бывает такое, что 10-15% депозитов. Хорошо. Тогда поставьте себе... То есть я могу закрыть компьютер, только и уйти. И то. Я в конце его открою и вижу, что я бы мог войти здесь. Отлично. Еще раз. Поставьте себе цель на день. Вы заработали условно 100 рублей. Закройте терминал. Не подходите. У нас биржа будет завтра. Дай бог после завтра. Дай бог через 10 лет, через 100 лет. И так далее, и так далее, и так далее. Вы поймите. 20% в год с капитализацией процентов. Это огромнейшее. Я пропал. Вот у Павла спрашивает. Как сделать так? Закрыть компьютер. И что? 15% какие у нас риски? Вот именно, что я торгую с очень коротким стопом. С очень коротким стопом. Если пошло в мою сторону, старай сдержать. Бывает, вылетает, вырастает. Я не зря сказал, Павел говорит, про автобус. Вы представляете, что действительно едете в автобусе. У вас есть, в автобусе есть остановка. И ваша задача проехать одну остановку. Поставьте себе там. Не 3-5, поставьте себе 1%. Если вы каждый день будете процентом. А стоишь сделал по сложному проценту. Для меня это легко, кажется. 1200%. Да, я это считал. Если вы проехали остановку, выходите из автобуса. Вот вы выйдете из него, пойдите погуляйте. У вас какая цель торговли на бирже? У вас, я так понимаю, небольшой счет. Вы что хотите за ним работать? Нет, вот именно что. Когда небольшой счет, я не могу торговать небольшим счетом. А если вы не можете, когда сам владелец, тогда к Павлу на экзекуцию, чтобы... Прошу, прошу, я сказал. У вас цель, это ваше хобби. Это основной источник дохода. Что это такое? Это не основной источник дохода. Не основной. Нет. Ну, хочется, чтобы было. Тогда нужно ехать. Что делать сейчас? Ну, хорошо.